И вот все эти протесты проходят в странах, где якобы во главе угла человек, его проблемы, права, свободы. Увы, это давно не так. Власти в Европе, властям в Европе уже нет дела до социальных проблем. Как говорится, выкручивайся сам. Ну а теперь давайте перенесемся в Беларусь. Именно мы, социальное государство, именно наша страна обеспечивает социальные гарантии каждому гражданину. И мы настолько к этому, видно, привыкли, что уже просто перестали это замечать и понимать, сколько сил и средств вкладывает государство в нас с вами. Для того, чтобы за качественной медициной не нужно было ехать в столицу или в крупные медцентры областных городов, а вопрос можно было решить на месте, на районном уровне, в стране технически переоснастили буквально каждое учреждение. Компьютерные томографы, МРТ, современные аппараты УЗИ. И вроде бы с качеством вопросов нет. А вот доступность все равно хромает. Что не так? Юлия Алферова побывала в больнице Слудского района. Одними из первых на районном внедрили малоинвазивные методики лечения и диагностики, а уровень оказания хирургической помощи давно вышел на областной. Оснащена, если не по последнему слову техники, так точно всем необходимым, для того, чтобы качественная медицина каждому жителю района. Есть и компьютерный томограф, и несколько аппаратов УЗИ. Проводят непростые. Металлостеосинтез переломов и протезирование суставов. Все бы ничего, если бы не путь, который предлагают в местной больнице пройти тем, кто нуждается в высокотехнологичной. В очереди на эндопротезирование в Слудской больнице состоит больше 700 человек. Это жители двух районов Слудского, Солигорского, а еще Старых Дорог. Сегодня, чтобы понимать темпы проведения операции, оперируют людей, которые стали на очередь в 2017 году. Среди тех, кто дождался визит к хирургу, не все приходят на своих ногах. Но все же благодарны, что в принципе есть возможность оперироваться на месте. Вы пришли сюда в больницу, пять лет назад стали на очередь. Да. То есть тогда уже чувствовали боль? Да. И вот пять лет, а последний год я вообще почти еле ходила. Я на пятом этаже живу. Подниматься вообще невозможно было. Так что я очень рада, что здесь, в Диснадьске теперь. Вторые сутки встала, что очень это хорошо. И хожу сейчас. В месяц выполняют по 10-15 операций. С начала года с новым суставом 40 человек. Вряд ли до конца года очередь сократят хотя бы на четверть. Это в то время, когда технически есть все возможности. Сейчас сердце будет смотреть? Да. Уси сердца. Скажите, вот попасть в этот кабинет на УЗИ, как долго? Как попал? Уже сколько месяцев, как записались. Теперь проблема еще записаться к врачу. Мужчина недавно перенес операцию на сердце. Сегодня идет на плановую диагностику. Когда сам врач изучит показатели, неизвестно. Ей тоже, говорит, повезло, что вообще получил помощь. Очередь на элементарное. Ультразвуковое немного не доходит до тысячи. На 1 января 2023 года в Слудской ЦРБ время ожидания пациентами бесплатных УЗИ-исследований составляло до трех недель. Очередь 895 человек. А платного проведения УЗИ до двух недель. Очередь 26 человек. В настоящее время ситуация особо не изменилась. Месяц-два, а то и больше приходится ждать. На качество нареканий нет, да и на работу самих врачей. А вот доступность в регионе действительно хромает. К терапевту еще более-менее. К специалистам, конечно, очень тяжело попадать. С кем сталкивались, что не попасть? У меня муж принес этот инфаркт. И к кардиологу мы записываемся заранее. Если придешь 8 часов, то можешь и не попасть. Два дня пробовала дозвониться по телефону к офтальмологу. Мне надо было внучке взять талончик, то не было талонов вообще. И предварительная запись сказали только с 29 мая. У нас предварительная запись за две недели. Либо каждое утро, ну, с полвосьмого утра мы начинаем рабочий день. И всегда талоны выдаются ко всем специалистам. Давайте посмотрим в компьютере очередность. Например, к узким, да, кардиолог, тот же невролог. Может быть, окулиста откроем, посмотрим. В данный момент у нас с первого числа кардиологу записи нет, потому что он уходит на курсы. И один доктор, ну, запись пока приостановлена. Сегодня в Слудской больнице не хватает как минимум 40 врачей по самым разным специализациям. Регион остро нуждается в онкологе. К тому же больница включена в перечень учреждений, где проводят раннюю диагностику на колоректальный рак и рак предстательной железы. План на прошлый год 5000 исследований провели чуть больше половины. Врачи очень много говорят о том, чтобы все-таки люди сами заботились о своем здоровье, да, и вот это вот раннее выявление, диагностика заболеваний, все-таки, ну, это вопрос номер один сегодня. Почему так вышло, что все-таки в больнице не оказалось вот этих фит-полосок, да, которые как раз-таки вот для этого и предназначены? Так называемые фит-тесты закупались в рамках государственной программы здоровья народа и демографической безопасности. В связи с событиями, которые происходили последние несколько лет, поставки данных тестов в республику были прекращены. Но это все-таки не остановило оказание данной помощи. Это касается в первую очередь диспансеризации и скрининга колоректального рака. В настоящее время, например, в СУСКОЙ ЦРБ данные исследования выполняются иммуно-хроматологическим методом. И, например, за первый квартал этого года было обследовано 200 пациентов, и из них 6 пациентов было выявлено именно положительный результат, которые в дальнейшем пошли на скрининг до обследования. Ряд нарушений в работе учреждения накануне выявил госконтроль. Как их устранить, в администрации больницы знают, да и ситуация свойственна не для одного района. Кадры решают частично, переучивают своих специалистов и ждут молодежь. 8 специалистов придут уже в августе, дождались в районе и онколога. У нас реально есть проблемы, которые, к сожалению, на протяжении многих лет не получается у нас решить. Например, та же кадровая ситуация. У нас оборудование, хочу сказать, современное, у нас его достаточно. У нас имеются грамотные специалисты, но, к сожалению, их недостаточно для того, чтобы оказывать специализированную помощь в круглосуточном режиме. Даст ли динамику и доступность оказания помощи новый состав, а может быть дело не в количестве, а о качестве или подходе к тем, кто нуждается и идет за помощью к врачам. Не в областные и столичные центры, а своим местным и ждет, как минимум, человеческого и того, о чем давали клятву Гиппократу. Юлия Алферова, Ирман Филютич, Агентство теленовостей.